Добрый вечер, 21.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Понедельник, «Археология Форбс». Сегодня моим соведущим должна быть главный редактор журнала «Форбс» Лиза Сединская. Но она сейчас в пути, так что присоединится к нам чуть-чуть позже. А я хочу объявить нашего гостя. Это глава русского, шеф-редактор русского журнала Александр Морозов. Да, добрый вечер. Учитывая, что «Форбс», видимо, не русский журнал, да, учитывая, как у нас сейчас разворачивается ситуация, да, ищут, где русские, где нерусские. Вот, а вот Александр, русский журнал. Это уж точно, да. Мы в этом отношении чисты перед Следственным комитетом. Ну, и для начала нашего эфира хочется сказать несколько слов о, мне кажется, очень важном культурном событии для российской культуры, для российской жизни, вообще для российской истории конца 20-го, начала 21-го века. Это то, что скончался режиссер Алексей Балабанов. Мне кажется, знаковая фигура, по-моему, и не только по моему мнению, главный, самый значимый современный российский режиссер. Я объясню, почему я его считаю самым значимым режиссером. Потому что он работает с какими-то вечными темами русской души. Я бы его назвал патологоанатомом русской души. Никто так, как он, не сумел жестко, бескомпромиссно и провокативно вскрыть основные комплексы и травмы нашего постсоветского подсознания, которое сформировалось в последние 20 лет. Никто не сумел так точно и детально изобразить русский абсурд. И не случайно его первыми крупными работами в кино стали экранизации Кавки и Беккета. И не случайно он жил в Петербурге. И Петербург это своего рода столица русского абсурда. Со всеми абориутами, с этими продувными подворотнями, с незабудимым гоголевским носом, шинелем и все прочее. Так что в этом смысле Балабанов и своим грузом 200, и войной, и, естественно, братом, и первым, и вторым, он как-то невероятно жестко вскрыл основные наши комплексы психологические. Он развенчал основные мифы и в то же время создал некие новые мифы нашего сознания. И вы знаете, что я хочу сказать? Что Балабанов умер, но его тема, она оказалась очень пророческой. И он вообще ведь пророк в своем роде. Как он напророчил собственную смерть в последнем фильме «Я тоже хочу», где он сыграл себя самого режиссера, сидящего на ступенях этой церкви, где души возносятся в небеса, но который не смог взойти в эту церковь. И он со сломанной рукой сидит, умирает и, не казав ни слова, молча валится на бок с портфельчиком и умирает. И буквально через несколько месяцев после этого он умирает сам уже физически. Ну так вот, к пророческому дару Балабанова, я считаю, что вот та темная хтоника, тот абсурд, который он написал в своих фильмах, безвыходный абсурд, та, собственно, атмосфера какого-то предчувствия фашизма, которая тоже его роднит с Кавкой, как Кавка на грани распада Австро-Венгерской империи предчувствовала появление того немецкого фашизма. Точно так же Балабанов очень точно предчувствует появление русского фашизма. Ну вот, и в этом смысле наша нынешняя политическая и социальная ситуация, она как бы разворачивается по сценариям Балабанова. Вот тот же самый безвыходный абсурд, темная хтоника каких-то вот народных таких фронтов, народных сил. И на пороге стоит призрак брата в вязаном свете с ружьем на плече. То есть он, конечно, очень много нам напророчил. Ну что ж, да, извините за такое долгое введение, но я просто большой любитель Балабанова и его фильмы часто пересматриваю. Всегда, когда они идут по телевидению, всегда остаешься и досматриваешь до конца. Мы смотрим со студентами, обсуждаем со студентами. Ну вот к нашему гостю хочу обратиться. Александр, все-таки Балабанов в этом смысле действительно очень знаковая фигура. Я даже никого не могу никого с ним рядом поставить. Да, я согласен с большинством вот тех слов, которые вы сказали. Очень такое яркое описание Балабанова вы дали. Действительно чувствуется любым, в общем, зрителем, независимо от того, считает ли он Балабановым, может быть, каким-то антилиберальным режиссером. Есть и такие люди, которые как-то его критиковали резко в свое время за такую тему вот в «Братья-2». И независимо от того, наоборот, видим ли мы в Балабанове такую пророческую роль важную. Но можно сказать точно, что в Балабанове есть такое метафизическое сопротивление. Мне эта вот нравится мысль, потому что все его персонажи находятся в конфликте, очень глубоком конфликте. И мы сразу чувствуем, что это конфликт не просто с социальной реальностью, у них не какой-то там социальный протест, а он гораздо более глубокий такой, это такая антология своего рода, то есть это какой-то протест против устройства бытия в целом. И это действительно его связывает с русской литературой классической и с постановкой так называемых русских проклятых вопросов. Да. В этом смысле слова и «Брата-2» надо, теперь уже «Брат-2», и «Брат в том числе-2», и остальные его фильмы будут видеться после его смерти, как мне кажется, в гораздо более глубокой перспективе, чем в их привязке к конкретной вот социальной ситуации, в которой они были сняты. Может быть, да, согласен, то есть действительно это вечные проклятые, они же проклятые русские вопросы, но вот мне кажется, что он еще это рассматривал в контексте современной, можно его рассматривать в контексте современной российской ситуации, потому что его герой, мне кажется, находит какое-то, вот я для Форбса, вот завтра с утра колонка про Балабанова как раз и написал, вот я там так сформулировал, как некая ошибка кода, вот, мне кажется, вот в этом за российским абсурдом он видит какую-то ошибку кода в российской действительности, но он, она фундаментальна, они не могут ее расшифровать, эту ошибку кода, и поэтому они остаются невостребованными, они умирают от собственной нереализованности. У него нет вот такого вот позитивного ключа, сильного героя, который способен разрешить. Вот я, например, часто сравниваю его с другими там певцами русского абсурда, это Луцик и Саморядов, тоже, да, такие абсурдистские абсолютно ситуации создаются, но при этом у них появляется сильный герой, будь то там Десячугунных богов или Дикое поле, вот этот сильный мужчина, такой нецшианский практически человек, который на себя берет ответственность. А у Балабанова это нету, герои рушатся под тяжестью русского абсурда. Да, так и есть, действительно, это верно, в этом смысле слова Балабанов, он не просто пессимистичен, а он как бы, так сказать, не нашел ответа на вопрос о том, как бы сказать, есть ли выход из этой клетки бытия, в которой находится его герой, и он сам в значительной степени, вот из этой клетки никто у него не вырывается. И в этом смысле слова это такой его личный приговор реальности, то есть она в своей вот этой такой тьме последней, к сожалению, непреодолима. Ну, конечно, мы с этим, может быть, и не согласны, и, в общем, правильно пишут, что, может быть, как бы не нашел такого своего, как Тарковский, например, какого-то христианского ответа Балабанов на мучившие его вопросы, но, тем не менее, все равно эта постановка его, она будет оказывать, вот постановка вопросов будет оказывать еще долгое влияние на... Да, действительно, и здесь опять-таки мы его с Лузаком Саморядовым, еще, конечно, с триером его по провокативности можно сравнить, вот правильно говорить, и с Тарковским, если у Тарковского сталкер все-таки, хотя герой и не заходит в комнату, да, но есть некий светлый момент в конце, да, его семья, его жена, его дочка-мартышка, вот это на этой христианской ноте заканчивается, вот это все, да, и заканчивается одой к радости Бетховена, да, которая звучит сквозь шум колес, а у Балабанова заканчивается полной безысходностью. Все умирают, никто не попадает в рай, вот. Ну, вы знаете, давайте уже перейдем, собственно, к теме, которую мы собирались обсудить, но мне кажется, это очень хорошее такое метафизическое к ней введение, потому что нету, да, то, что вот у Балабанова, то, что сказал Александр, нету выхода из вот этой клетки бытия. Вот мне кажется, та же самая судьба постигла протесты 11-12 года, то есть была некая критическая масса протеста, но она наткнулась на какие-то извечные сценарии русской жизни, да, может быть, на вот эту вот извечную ошибку кода. И вот я пытаюсь сейчас понять, протест уже, тема протеста закрыта уже, после 6 мая и вот этих 30 тысяч человек все ясно, что это уже окончательно закрытая локализованная тема. Да, тема протеста закрыта, это так, и главное теперь понять, в какой мы как бы движемся, вот если вспоминать фильм «Сталкер», мы движемся через некую зону, такую как бы социальную зону, и где мы сейчас находимся в этой связи после окончания протеста? Очевидно, что мы находимся в ситуации разворачивающейся реакции, очень широкой реакции на протест. Это реакция и реакция властей, с одной стороны, а с другой стороны, это и поднимающаяся реакция, собственно говоря, и общества, причем во всех в разных формах. И мы видим, если говорить об этой наступившей реакции, то в ней очень много разных таких точек зрения, каких-то позиций возникает, скажем, там возникает одна позиция, что да, мы все проиграли, скажем, и давайте искать виноватых в этом, и звучит много взаимных обвинений. С другой стороны, там же внутри общества звучит и торжество определенных групп, которые торжествуют от того, что либералы, в кавычках, либералы проиграли, и теперь как бы они должны все дальше и дальше уходить с площадки. И третья, четвертая позиции имеются, и имеются уже желающие получить какие-то бонусы от окончания протеста. Но если говорить вот о том, куда мы вступаем, то мы вступаем в ситуацию, когда заново все те, кто участвовал в протесте, должны решить для себя, как они будут себя вести в условиях реакции, и могут ли они найти совершенно новую уже, не связанную с протестами прошлого года, форму ответа на то, что развивается. И вот видно прямо сейчас по социальным сетям, по общению, что все задаются новыми вопросами. Не теми, которые они ставили себе в декабре 2011 года или в мае прошлого года. Сейчас все задают новые вопросы. Скажем, как их задает, допустим, Борис Акунин. А что будет, если гражданские организации будут разгромлены? В какой форме мы сможем сотрудничать? Каждый из нас или многие из нас с какими-то правительственными организациями? Другие задаются таким вопросом о том, что, скажем, если интеллигенция не может уехать, как и в Венесуэле, миллион человек из страны, то в таком случае, какой будет... Миллион это в течение какого периода? Ну, там при Чавесе за 7 или 8 лет. 7 лет Чавеса, миллион человек эмигрировал. Да, миллион человек эмигрировал. Впечатляет. Вот, и встает вопрос, что... Нет, все не могут, но оставшиеся хотят, тем не менее, как-то позитивно работать. И встает вопрос как бы и о детях и так далее. И это обсуждается. И обсуждается вопрос о том, может быть, все-таки затормозит это колесо, запущенное сейчас, которое катится с горы, и пока не видно, как бы сказать, где оно остановится. Может быть, все-таки власти его затормозят. И такой вопрос стоит. Идет прощупывание того, что, может быть, есть все-таки во власти какой-то здоровый элемент. Вот это все как бы новое самоопределение, уже в ситуации реакции. Вот моя мысль. Вот я пытаюсь понять реакция, да, ведь само определение слова реакция, реакция на что-то. То, что происходило в течение последнего года, да, практически ровно год у нас, с момента инаугурации Путина, прошлогодних, и весь этот бешеный взбесившийся принтер Госдумы, и череда расширяющейся наездов на некоммерческой организации, и обрубание наших тоненьких связей с заграницей, вплоть до запрета, там, владея счетами, недвижимостью и так далее, и гранты из-за рубежа невозможно получать. Это все реакция на болотный протест, или это было некое давно готовящееся и просчитанное действие власти? Ну, здесь, конечно, этот вопрос будет одним из самых интересных вопросов для политических историков, и через 10, через 20 лет, почему случился такой внезапный поворот путинизма на третьем сроке и после Медведева. Не просто ответить на этот вопрос. Мой ответ таков. Нет, власть не планировала, или, во всяком случае, такой коллективный Путин не планировал двигаться в сторону, такой, в кавычках, Белоруссии, как здесь сейчас говорят. Лукашинизация. Лукашинизация. Он этого не планировал. Но, тем не менее, он не нашел, значит, вот почему не нашел, это будет вопросом, почему он не нашел продолжение той политики, которая была на первом-втором сроке, то есть достаточно умеренные политики, о которой можно было говорить, что стакан наполовину пуст или наполовину полон. И так к этому относились и в окружающем нас мире, и многие в России так понимали ситуацию, что, да, это еще не демократия, но, тем не менее, медленно мы куда-то идем в правильное направление. Институты все-таки с трудом, некоторые, не все, но развиваются. Теперь же мы в новой ситуации, когда и мы сами весь мир уже понимают, что этот стакан уже не полон, не на 50%, а он просто пуст. Это уже, как бы, так сказать, система, которая посажена на какие-то рельсы, и катится она совершенно не в том направлении. Я думаю, что это не планировалось, но это стало результатом исчерпания какой-то, на мой взгляд... Ресурсов прошлой модели? И ресурсов прошлой модели, и личного, персонального даже, на мой взгляд, персонального какого-то понимания жизни и у Владимира Путина, и у целой группы окружающих его лидеров, которые поколенчески, по всей видимости, исчерпали тот государственный и такой строительный потенциал. За такой петровский, да, западнический, вот этот вот, и петербургский. Да, петербургский, ранний свой запас, который у них был. Вот все, что они знали о государстве, о том, как оно работает, они как бы реализовали. Очень интересно. Ну вот эту тему продолжим после перерыва. Напомню, что у нас в гостях шеф-редактор русского журнала Александр Морозов, и говорим мы об исчерпании, об окончании болотного протеста и о том, что Александр назвал холодной войной 2013 года. Некой гражданской войной между, так скажем, новым сформированным ядром путинизма и широкими протестными или не очень широкими протестующими массами. Но идем на перерыв. И снова добрый вечер, программа «Археология». Сегодня у нас в гостях главный редактор, шеф-редактор русского журнала Александр Морозов. Говорим мы о том, что он в своей статье в Форбсе назвал «Холодная война 2013». Во что перерос болотный протест? Что происходит сейчас во власти, в ее отношении к обществу? И, вы знаете, хочу здесь задать вопрос с нашим слушателем. Телефон наш студийный 65-10-99-6. Опасаетесь ли вы лично репрессий и ограничения свобод вот в этой новой наступившей эпохе третьего путинского срока? 65-10-99-6. Опасаетесь ли вы репрессий? Ну вот, Александр, возвращаясь вот к этому репрессии, лукашинизации России на третьем путинском сроке. Может быть, вот то, что вы говорите, что исчерпался внутренний потенциал Путина и его окружения? Может быть, просто это возврат на некие традиционные рельсы российской системы, о которой столько нам говорили и фурсов, и пивоваров, и, так сказать, мы присутствуем при неком воспроизводстве российской власти, какой мы ее знали последние 500 лет? Я бы с этим не согласился, потому что все-таки такой провиденциализм, то есть, такую, как бы, предписанность и какой-то модели, она все-таки для историка никогда не очевидна. Вот перед нами даже сейчас, вот в последнее 20-летие постсоветское, очевидно, что изменяется структура общества, и в ней большие группы настроены совершенно прогрессивно, и ценят очень культурное разнообразие, вполне себе ориентируются на ценности свободы, а вовсе не на ценности сильной руки. Понятно, что опросы общественного мнения могут показать, что эти группы находятся в меньшинстве, но они находятся в меньшинстве, скорее всего, при опросах везде. Здесь в данном случае позиция образованного класса, позиция власти, позиция вот этих городских кругов, она очень важна. Поэтому, мне кажется, что никакого такого пессимизма русской власти, где оба слова пишутся с большой буквы, которая непреодолима никогда, которая всегда заворачивается в какую-то не просто монархию, а такое сакральное самовластье, предписанности такой нет. И наоборот, мы испытываем сейчас глубочайшее разочарование от того, что Путин и его окружение внезапно стали поворачивать вот к этому сакрализованному самовластью. Внезапно, ну, скажем, я не знаю, такие стойкие диссиденты, вот в нашей студии сидел, вернее, по телефону Владимир Буковский, вот сейчас-то он говорит, я всегда предупреждал, что, так сказать, ГБшникам верить нельзя, что рано или поздно это произойдет. А для вас это все-таки внезапно? Вот это перерождение власти, которое произошло, ну, так скажем, с мая, наверное, да? Хотя, я думаю, еще раньше, с конца 2011 года. Да, с 2011 года, конечно, даже середина 2011 года, когда, собственно, был взят курс. Ну, дело в том, что, конечно, наверху в России всегда идет борьба. Она, собственно говоря, если вспомнить, эта борьба шла и в советский период, то есть там, скажем, допустим, перед 68-м годом имелись планы там экономической реформы Косыгина, которые были резко свернуты после 68-го года. Вот, точно так же борьба шла и в последний период советского между Горбачевым и его окружением и более консервативными куда-то. Ну да, и Легачевым. И Легачевым, да. В этом смысле слова борьба идет. Нельзя сказать, что Россия это такая, значит, как такой кусок бетона, такая ровная, ровная и всегда равная себе власть консервативная. Просто в разные периоды, разные, разные какие-то возможности у этих верхов и разные настроения общества. Ну да, то есть, видимо, развилка все-таки существовала, но все-таки был выбран вот этот вот консервативный реакционный вариант. 65, 10, 99 и 6. Опасаетесь ли вы репрессий и ограничения свобод? Леонид Нарине. Да, это я, Леонид Чашник. Я не сомневаюсь в том, что вот те ГБшники, которые сейчас в власти, будут всемерно развивать так называемые репрессии и, ну, видимо, лагеря... Леонид, ну а почему же так называемые? Ну, посмотрите, хотя бы взять болотное дело... Нет, нет, так называемые, потому что они сейчас еще не приступили к расстрелам, это еще впереди, к расстрелам и пыткам, потому что все-таки настоящие репрессии, ну, это, конечно, настоящие репрессии, когда сидят люди совершенно невиновные, это просто вопиющий ужас. я ведь был тоже там и все снимал, ну, в начале потом я ушел. Я просто хочу сказать, что... Вы имеете в виду, были на Болотной? Я был перед кинотеатром ударник и все снимал, как они готовились, потому что я пришел рано и не знал, что мне делать. Я оказался перед кинотеатром ударник и вдруг вижу, что вокруг меня строятся войска, ходят начальники и, понятно, и раздают какие-то приказы, что вы еще поближе, еще там то, еще вторую цепь, и этих суда, и этих суда. Я не понимал, чего они тут за военную операцию устраивают. Ну, в общем, это все было отвратительно совершенно. Я все это снимал, я был там один просто. Ну, просто я там перед ударником торчал. Так вот я хочу сказать, что у нас действительно полицейское государство, потому что у нас полиция, это армия, они выполняют приказы, они... У них уголовная ответственность за неисполнение. Это не гражданство, гражданская служба. Фактически у нас долгое время идет война, потому что эти люди сами не хотят выполнять, но им приказывают, они выполняют. Вот я вам хочу сказать, у нас уничтожаются политехнические музеи, это же отрывание головы обществу. Я попал в полицию, потому что вот позавчера, потому что я там был, протестовал, меня вот эти вот совершенно непредставившиеся какие-то охранники куда-то там тащили, потом вызвали полицию. Он уничтожается, ведь он на реконструкцию закрывается, это место отдается, уже по слухам, оно переходит, видите ли, создан абсолютный хаос. Из того, что они планировали, получился сейчас полный хаос. В результате уже есть сведения, что из этого будут делать государственные учреждения. А музей сделают, но уже без экспонатов, а просто с интерактивными экранами. Это будет уже порнография полная. И не в этом месте, а где-то в районе университета, что студентам совершенно нафиг не надо. В этом деле очень неблаговидную роль сыграл Садовничий. Меня совершенно поражает, что, ну ладно. Леонид, ну да, мы, я думаю, далеко довольно увлеклись. Ну, понятно, спасибо, так сказать, нам широкими мазками представили картину по части репрессий. Ну, здесь, кстати, я хочу поддержать Леонида вот в каком моменте, да, Сергей, что ведь дело в том, что вот в интересах безопасности потихоньку развивается система слежения. То есть она, конечно, и, как известно, там во многих странах, остальных странах, испытывающих терроризм развивается. Но у нас сейчас, вот за последние буквально несколько лет, она же разрослась фантастически. То есть, сколько прослушки вновь появилось, сколько видеосъемки, очевидным образом, не санкционированные. Трудно, трудно даже оценить, какое количество людей сегодня втянуто в сбор персональных данных со стороны государства. Вот представьте себе, Росфинмониторинг, Центр Э, МВД, ФСБ, значит, еще какие-то службы этим занимаются. Может быть, около миллиона человек вовлечено вот в эту работу. При этом... И ведь она же требует бюджетов, она требует оправдания этих бюджетов. Если есть материал, то должны быть и дела. Да. И при этом, если, скажем, такие решения происходят в США, или Великобритании, Испании, сразу после каких-то взрывов, то там хотя бы существуют какие-то механизмы парламентского контроля или общественного контроля, люди могут задавать вопросы. Здесь сегодня у нас такая возникла, знаете, система, при которой вообще некому задать вопрос о том, до каких границ это будет расширяться, этот контроль за людьми, причем расширяющийся непонятно каким образом. Тем более сейчас, когда уже есть какие-то иностранные агенты, возникает вообще, значит, выражение враг государства и, значит, политический контроль, неблагонадежность, как бы сказать, контроль за человеком из-за высказываний и мыслепреступлений. То есть это уже не просто, плюс еще вот контроль за активами, за любыми финансовыми транзакциями людей. Это все разрастается и мы должны понимать, что никакого корота этому не будет, потому что нет никаких институтов вообще. Да, которые могли бы как-то это проконтролировать и поставить этому какой-то предел, кроме благих интенций самой власти, которая почему-то вдруг когда-то захочет это дело пресечь. 65, 10, 99 и 6. Код Москвы, 495. Боитесь ли вы репрессий и ограничения свобод? Роман. Добрый вечер. Роман, Москва. Ну, во-первых, огромное спасибо предыдущим радиослушателям. Я, честно говоря, впервые услышал, что существует такая проблема с политехническим музеем. Я, честно говоря, тоже, да. Будем работать. Будем работать. Вот. Что касается репрессий. Значит, во-первых, идеологические репрессии и информационные репрессии при информационной диктатуре, так сказать, Путина-Медведева не прекращались лет 15. Вот. То есть это все, так сказать, очевидно. И я даже, мы не будем это обсуждать, да. Я думаю, все люди знающие собрались. Вот. И такая диктатура и такие репрессии, они более опасны для нации, для народа. Они, воздействие их менее заметное. Что касается непосредственно расстрелов и, так сказать, посадок, я не боюсь. Вот. Значит, потому что это для огромного числа, скажем так, обывателей это более наглядно. Понимаете? И это спровоцирует наконец-то национальную освободительную революцию в России. То есть все нормально, ребят. Все нормально. Путем, путем, путем 17-го года. То есть ужесточение режима и одновременно некое провоцирование революции. Александр, а все-таки вот как вы считаете, мы не бросаемся ли слишком огульно этими словами, как революция, извините, не репрессия, диктатура? Ну, все-таки надо так сказать. Вот если оставаться на почве какого-то реализа... Все-таки мы сидим и сейчас и эти вещи говорим в прямом эфире. Мы говорим вот о чем, что есть различия, вот хотя наш радиослушатель сейчас говорил, что там 15 лет и больше все одно и то же тянется, это не так. Есть очевидное различие между политической системой двух первых сроков и Медведевского и нынешним. Это различие в том, что тогда была система с так называемой доминирующей партией и псевдополитической конкуренции, но тем не менее ставка делась на эту партию Единая Россия. Вот. И это все-таки значит нечто, что еще может развиваться в направлении политической конкуренции через какое-то время. Здесь же перелом. Очевидно, что сделана ставка на народный фронт, то есть на некоторое такое фронтовое движение, которое в общем не может иначе существовать, кроме как вырабатывая образ врага в отношении всего остального. Это другая политическая система. Фронт подразумевает метафору войны. Метафору войны, совершенно верно. Это другая политическая система. Вопрос о том, масштабные репрессии или не масштабные, в современном обществе вовсе не обязательно. Это никто не ждет таких репрессий, как они были до Второй мировой войны, разумеется. Это точечные, тем более, что сейчас это уже потребительское общество и так далее. Точечные, и люди уходят сами, они замолкают. И происходит даже нечто более страшное, чем просто сами репрессии, как таковые. Происходит такая деформация общества, его инволюция. То, что недавно только что Андрей Бабицкий назвал в «Ведомостях» вот таким моральной катастрофой. Да, да. Когда, собственно говоря, все довольны, все молчат, значит. И, собственно говоря, никто уже никаких свобод не защищает. Они даже и не требуются. Мы все в потребительских кредитах. И мы будем только говорить, что это у американцев, там база Гуантанама, как бы, они ее не закрывают, ай-яй-яй-яй-яй. Но мы про нее-то и знаем, потому что, собственно говоря, там имеются инструменты контроля, которые через какое-то время вскрывают существование этой базы и безобразия, которые там могут быть. Вы знаете, я вот тут хочу одну вещь подхватить, которую Роман, наш звонивший, сказал, что вот уже идеологические репрессии, что слово мысли преступления. Действительно, может быть, уже нет вот этих подвалов-малюты из Куратова, на развальных которых стоит сейчас дом на набережной, тот же кинодиатор «Ударник» на Болотной площади. Но есть, скажем, из последнего взять то, что Железняк предлагает. Вот как отрицание Холокоста на Западе у нас сделать отрицание победы Великой Отечественной войны, отрицание победы советского народа. То есть, буквально, мысли преступления, вот этот вот идеологический дискурс. И здесь хочу вспомнить, вот вы вспомнили Бабицкого статью ведомостей, очень интересный был пост другого аналитика Алексея Макаркина, где он вспоминал, что в Германии это все началось с того, что Гауляйтер Геббельс призвал прекратить показ фильма на Западном фронте без перемен. Да, ремарка, я помню. По ремарку, потому что там подрывается доверие к подвигу немецких солдат, к страданиям немецких солдат на фронтах Первой мировой войны. Это очень похоже, потому что вот, собственно говоря, там потом было позитивное христианство так называемое, давайте, как говорили нацисты, удалим как бы христианство хорошо, но удалим из него некоторый пессимизм, здоровое искусство, лишенное декаденства и так далее, и так далее. И вот это все, все это превращение в такое здоровье, оно, собственно говоря, и привело к такой очень глубокой деформации. Общество подавило культурное разнообразие в реальности, все хотя и улыбались, но утратили, общество утратило в результате контроль над процессами в себе самом. То есть оказалось подорвано вот это то базовое, что вообще позволяет обществу жить, развиваться. То есть некоторая рефлексия очень критичная, конфликтная. Хорошо, пока об этом говорим, нам же скоро запретят сравнивать Советский Союз с гитлеровской Германией. Вот я сейчас, боже мой, сравнил Железняка с Геббельсом. Что же такое? И вообще все параллели проводить скоро нельзя будет, как с Гозманом в случае показывают. Совершенно точно, да. И удивительно, что, вот, например, если брать таких людей, как Железняк, это же молодые люди, выросшие здесь уже, они выросли по ту сторону Советского. Причем глубоко, понимаете, Железняком интересно, он глубоко рыночный человек, это человек, который отвечал за эту наружку, за ньюз-аутдоль, за наружную рекламу, который как бы пацан в теме, так скажем, владеющий, так сказать, гламуром и дискурсом одновременно, как сказал бы Пелевин. Вот, и тут вот такая вот, так сказать, архаика. А вот интересный тоже вопрос, вот это вот, все это архаичное сознание и то, что оно воспроизводится такими людьми, людьми, как Железняк, это какая-то временная позиция или это действительно, может быть, какие-то вот я пытаюсь, то есть это конъюнктура для них или это действительно прорывается какая-то вот патриархальная подоплека русской жизни? Я-то считаю, что это конъюнктура, потому что я вспоминаю таких же комсомольцев в 70-е годы и было видно, как кадровый рост устроен, то есть есть такие моменты в жизни общества, когда отчетливо старшее поколение начинает как бы освобождать место, как бы сказать, система достаточно жесткая кадрового лифта, и начинают врываться молодые комсомольцы, которым надо быть даже в некотором смысле слова, как это было в советское время, более злобными, чем их руководители, более как бы, еще более пафосными. Вот. И здесь то же самое, то есть третий срок Путина, он как бы призван вывести это 30-летнее поколение через какое-то время уже окончательно наружу в руководители, и они сейчас пытаются быть большими реалистами, чем сам король, потому что сознают, что перед лицом Путина и того, что он нуждается в поддержке, они получат очень хорошие бонусы на продвижение. И вот они выдвигают эти бесконечные инициативы. Но надо заметить, что они-то их выдвигают из своих, собственно, карьерных соображений, но при этом они действительно затрагивают то, что называют словом рессентимент, то есть струны обиды в определенных частях жизни. Понятно, что молодые менеджеры слушают это в крупных городах, и они очень мало реагируют на это. Но есть ведь действительно обделенные социальные группы, или социальные группы, которые слегка как-то задеты всем происходящим, или глубоко задеты, и вот они это слышат, и в них это повышает кровожадность. И вот это повышение кровожадности за счет вроде бы безобидных вещей, не таких уж страшных ограничений, но повышается кровожадность настолько, что это может и взорваться очень сильно. Ну да, вот здесь очень такой механизм очень порочный получается. Власть решает свои конъюнктурные задачи, но это падает на очень такую подготовленную почву, и люди, которые слышат эти сигналы власти, они ведь могут понести гораздо дальше и гораздо больше против того, что власть предполагала. То есть из этих семян раздора, да, из тех же, так сказать, опять-таки слов железняка, может родиться самый настоящий русский фашизм. И отсюда я и пишу, что это холодная гражданская война начинается, вот здесь есть опасность, потому что... Напоминаем, что у нас в студии шеф-редактор русского журнала Александр Морозов, мы продолжим после небольшого перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». Сегодня у нас в гостях шеф-редактор русского журнала Александр Морозов говорим мы о логике репрессий третьего путинского срока. Холодная война 2013, как называют свои колонки в Форбсе Александр Морозов это состояние, что за ней стоит? Зачем эта война, собственно говоря, потребовалась Путину? Так ли были плохие, я не знаю, дела все со стабильностью? Так ли было необходимо вносить вот этот вот раздор в общество? Я пытаюсь понять, случилось ли оно так само, благодаря какой-то особой логике русской власти, наших осин и серых подзористых почв восточноевропейских лесов? Или здесь был какой-то долгосрочный путинский план? Позвоните нам, скажите и вы. 65, 10, 99 и 6. Опасаетесь ли вы репрессий и ограничения свобод? Сергей на линии. Здравствуйте, да, мне Сергей зовут. Вы знаете, ну я, честно говоря, с удивлением слушаю вашу тему, ну какие такие репрессии у нас в стране? Все то, что мы увидим в последнее время, это, в общем-то, реакция у нас тема, то, что, в общем-то, на инициативу нашей оппозиции, наших либеральных кругов, ведь никаких репрессий, это когда идут превентивные какие-то меры. Я превентивных мер не вижу. Ну подождите, но все-таки есть у нас болотное дело, есть дело Навального, есть масса наездов государства на некоммерческие организации, на всю массу связей за рубежом. Я вам более того скажу, я сейчас не буду озвучивать, но я скажу, не могу многих гостей сейчас звать в студию, как они сейчас находятся под этим Дамокловым мечом, будучи обозванными иностранными агентами. То есть я просто здесь-то в своей студии слушаю. Вы можете не называть это репрессиями, но идет сильнейший прессинг власти на все элементы и институты свободного общества. Ну, смотрите, вот насчет Болотной, кстати, то, что там происходило на Болотной вообще, это уголовное преступление. То, что в новостях показывали, реальное избиение полицейских. Это обычное уголовное преступление. О чем там можно говорить? А когда полицейские провоцируют демонстрантов, это не должностное и затем уголовное преступление, если полицейские провоцируют демонстранты? не разговаривали, как, допустим, во Франции или в Америке вот этот Occupy Wall Street. И там такого же не было, когда полиция первая провоцировала такие столкновения. Это были ответные действия ее уже на такую выходку демонстрантов. А потом, возьмите, вот у нас сколько оппозиционных радио этих самых студий в Москве. Сколько? Сколько, Сергей? Расскажите нам, сколько? Клисант, бизнесов с серебряным дождем. Сергей, это одна и та же аудитория. свободная и работает в эфире. относятся к нашей стране крайне негативно, между прочим. Что значит негативно? Сергей, вот мы, по-вашему, негативно относимся к нашей стране? Вот мы сейчас здесь, сидящие в студии. Я бы не сказал, что вы очень позитивно. Вот вы выразились только что, пять минут назад насчет ботеархальности и хроничности на нашей стране. Я бы назвал это другое. Это история, культура, традиция бытия нашего народа. Сергей, так вот, позвольте вам объяснить. Я не знаю, Александр Морозов присоединится или к моим словам. Я негативно отношусь к власти и очень позитивно отношусь к нашей стране. Я родился в этой стране, я живу в этой стране, я собираюсь жить в этой стране. И именно потому, что я позитивный. Я не... Я вам... Я вам... Могу. 146 процентов, да, Сергей? Нет, 146 процентов народа избрало эту власть. Не надо хохнуть на эту тему. Сергей, а можно... Я спрошу. Александр хочет задать вопрос. Мне вопрос такой, мне вот что интересно. Я ведь дело в том, что согласен с тем, что были беспорядки на Болотной. А вот мне интересно, Сергей, как вы думаете, требуется в такой ситуации и расследование действий полиции публичное. Вот я боюсь, Сергей сейчас отсоединился, к сожалению. Может быть, он нам и дозвонит снова и скажет, требуется ли расследование действий полиции. Вот мне интересно, логика, Сергей. Не часто нам такие люди дозваниваются в эфир, все-таки финам, фэм, аудитория немножко другой ориентации. И это тем более интересно. Вот это вот наша страна, не критичный абсолютно взгляд на действия полиции, не критичный взгляд на действия власти, представление о полной тотальной легитимности власти. Это ведь тоже имеет место быть и, может быть, это отчасти объясняет, что протест наш весь замкнулся, сам на себя, остался таким каким-то самореферентным, а большинство, вот это вот путинское большинство, оно и выражается, это может быть, этим народным фронтом. Ну, во всяком случае, уж точно можно сказать, что формирование вот этого нового путинского большинства, оно вот как раз и является событием сейчас тринадцатого года, потому что на переходе от протеста и вот к этому состоянию реакции, это главная, одна из главных тем, это как будет конфигурироваться это большинство и какой она характер примет, потому что старое путинское большинство первого-второго срока, оно было, конечно, гораздо более разнообразно по составу, в него входили, в том числе, кстати говоря, и так называемые модернизационные группы и значительная часть либерально-мыслящих людей, вот, а сейчас это большинство носит гораздо более идеологически узкий характер, очень сильно центрированный вот как раз на таком уропатриотизме, на том, что мы называем духовной скрепой, на ограничениях, на моральном диктате. Насколько сильно, Александр, оно прописано в социальной структуре нашего общества, вот это вот новое путинское большинство? Оно прописано сильно, и оно сильнее-сильнее будет прописываться дальше, потому что это, на мой взгляд, во всяком случае, мы в начале этого, у него очень хорошие шансы, потому что подобные режимы показывают, что если пойти в этом направлении, то там имеется достаточно длинный временной люфт, который позволяет, вот, так сказать, разным способом и манипулируя общественным мнением, его подрезая немножко по краям, и в то же время создавая ему условия создать вот такую, знаете, такой новый официоз, официальную идеологию. И при том, что, разумеется, в ответ на эту официальную идеологию, будет возникать, конечно, контркультура снова, так называемая вторая культура, и какое-то сопротивление идейное, но оно будет долгое время находиться, так сказать, именно в андеграунде, то есть под полом. Ну да, это может достаточно длительно до каких-то внешних серьезных потрясений, но опять-таки, глядя на какие-то латиноамериканские примеры, да, вот вы приводите в своей статье 70-х годов, создание некоего нового такого протофашистского морального большинства, и, так сказать, с массовым исходом интеллектуалов из соответствующих стран. 65, 10, 99 и 6. Боитесь ли вы репрессий и ограничения свобод? Константин. Здорово. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я думаю, что ограничение свободы это как бы следствие поведения гражданского общества. Вот так. Не поведение власти, а поведение гражданского общества. Это реакция власти. Это реакция власти на поведение общества. А чего же такого сделало общество, что надо так на него реагировать? Общество? Общество ничего не сделало. В общем, все дело. А, вы имеете в виду, что общество, наоборот, себя никак не огранирует? и не заявил о своих правах. Да, конечно. Понимаете, это отсутствие... Во-первых, в любом обществе есть понятие о принципиальности. Понимаете? То есть все вещи, которые происходят сейчас, многие из них, были бы невозможны, если бы общество было примитивно принципиально. Ну, смотрите. Ну, хорошо. Люди, которые вышли 4-5 декабря. Это ли не принципиальность была? На чистые плоды. Понимаете, в чем все дело? То есть принципиальность, коллективная принципиальность, как вы прекрасно понимаете, то есть толпа это орудие провокаторов. В любом случае. В любой стране орудие провокаторов. Иногда это и орудие перемен. Провокаторы есть всегда. Да, орудие перемен, да, но всегда идут жертвы. Знаете, любая война, это всегда жертва. Любая война. Понятно. Константин, разрешите вам вопрос задать. Смотрите, давайте я закончу. Позвольте я закончу, да? Относительно принципиальности. Принципиальность надо проявлять раньше. Не идти по факту. Вот я хочу уточнить, а что такое принципиальности? Что вы имеете в виду под принципиальностью? Что надо было делать? Я как раз к этому и иду. Это на корне намного глубже во всем этом, понимаете? Да, то есть мы берем... То есть что у нас, по сути, болотное? Да, это тотальная коррупция. Это невозможность вообще шагать вперед в этой стране, да, грубо говоря. Да, то есть это вот протест именно против этого. Потому что те репрессии там относительно коммерсантов, да, как бы, да, это все понятно, да? Но разговор о принципиальности, все гораздо раньше, намного раньше. Понимаете? Коррупция, что такое коррупция? Коррупция, это когда кто-то кому-то дал денег, чтобы он либо сделал, либо не сделал. Ну, понятно. То есть надо было начинать у корней. Смотрите. Конечно, начинать у корней. Начать у себя. Вас останавливает гаишник, да? Вы проехали на красный. И вы говорите... Понятно. Да, да, Константин. Ну да, и дали денег. Ясно, ясно. Константин, дорогой, уже очень у нас дожидается еще... Я понял, я понял, все. Константин, спасибо, извините, что прерываю, но вы действительно уже много высказались, и я считаю, что вы донесли свою основную мысль, что вот принципиальность надо было проявлять с самого начала. Александр? Это, конечно, что с Константином можно согласиться. Это главный вопрос. Потом для историков. В какой момент произошла, значит, ну, если даже не слово принципиальность употреблять, а когда общество потеряло бдительность и пропустило тот ход, который приводит к деградации, причем деградации под флагами процветания. Это очень тонкий момент, и, собственно говоря, так было со многими режимами. Просто мы сейчас говорим, что... Но в обратную сторону кому можно поставить вину? Вот в чем проблема. Когда все случилось в Германии или в Италии когда-то до войны, или в Латинской Америке после войны, или там... Ну да, где точка невозврата. Где точка невозврата. Да, конечно, сами потом участники этого процесса себя винят некоторые. Другие вынуждены сказать, что ну и возможности были ограничены исторические. Или фиксируют, знаете, ну вот такой необоримый, совершенно меняющийся момент. Вот может быть наши радиослушатели помнят, что, скажем, изменение режима в Германии от веймарской демократии к фашизму, оно произошло потому, что, скажем, альянс левых и либералов был разрушен. И вместо него возник переход левых в альянс с нацистами в значительной степени. Возник национал-социализм. Не удалось удержать вот этот альянс левых и либералов. Да, вот история показала, что лучше, чтобы такой альянс был, чем его не было. Но так сложилось. Вот сейчас он у нас опять-таки в очередной раз не состоялся, альянс левых и либералов. Была попытка, может быть, вокруг окупаев где-то, да? Когда была возможность, единственная, может быть. А в остальном, конечно, это все по своим контурам. С одной стороны, социальный протест, справедливый, с другой стороны, так называемый креативный класс и болотный. 65, 10, 99 и 6. Опасаетесь ли вы репрессии и ограничения свобод? Владимир. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я был участником августовских событий 91-го года. О, да. Вот, участвовал в собрании после событий в Красном зале мэрии. И выступал там. И цель моего выступления было пригласить людей в партию. Потому что, значит, без наличия партий в обществе отсутствует, в итоге отсутствует, так сказать, направленное государство какое-то, ориентированное. Понятная мысль, да, да, понятная мысль. Вот. А на сегодняшний день, к сожалению, меня не поняли. К сожалению, сегодня, вот посмотрите, у нас коммунистическая партия сохранилась. То есть, в названии партии существует ее политическая составляющая, правильно? Да. Либерально-демократическая партия образовалась, да? Значит, и все. А остальные у нас партии типа любителей пива и так далее. Вот, например, партия Единая Россия. Это об чем непонятно? Ну, понятно, да. И мысль ваша ясна, Владимир. Я не закончил ее. У нас очень хотел сказать, что у нас нет нормальной партийной системы, в которой могла бы вестись работа. Алло. Да, да. Алло. Это я вам к тому сказал, что в результате этого у нас образуются вот такие стихийные, так сказать, движения вот типа болотной. Понятно. Если бы у нас было общество все-таки как-то политически образованное, то люди бы не побежали бы мерзнуть на болотную и кричать непонятно чего и зачем. И не было бы сегодня выскочек типа Навального, ведь он не политик. Это, извините, скажу прямо жулик. Ну, понятно, давайте это отдельная совершенно тема. Не будем, Владимир, понятно, ваша точка зрения. Не будем сейчас обсуждать Алексея Навального. Я категорически не согласен с вашей оценкой Навального. Но насчет партии, мне кажется, Владимир здесь верную мысль говорит, что у нас, конечно, нет нормальной структуры политической жизни. Но эту мысль надо перевернуть в обратную сторону, конечно. Дело в том, что перед декабрьскими выборами 2011 года сама власть, сам Кремль говорил, пойдите в наблюдатели, участвуйте, активнее участвуйте, голосуйте, контролируйте. И, возможно, результатом было бы формирование новой партийной системы. Но внезапно выяснилось, что эти наблюдатели были обмануты, это все мы помним хорошо. И сам протест был следствием этого, а вовсе не наоборот. Ну, здесь, да, здесь вопрос о курице и яйце. Власть ли нам не дала создать партии, или мы сами, вот как там Владимир в мэрии призывал людей, давайте записываться в партии. Здесь как бы с двух сторон одновременно инертность нашего общества и его, так скажем, неспособность сформулировать нормальную политическую альтернативу. С другой стороны, то, что власть всячески все эти инициативы задавливала в самом зародыше. 65, 10, 99 и 6. Боитесь ли вы репрессий и ограничения свобод? Юлия на линии. Да, добрый вечер. Это создает дискомфорт. Возвращается страх. Возвращение синдрома страха, да. Да. Но я хотела сказать даже не об этом. Вот была затронута тема о развязывании холодной гражданской войны. Вот зачем они это делают, почему это им нужно и все такое. Вы знаете, я вообще отказываю этой власти в принципе в каком-то стратегическом мышлении. Я считаю, что все, что она делает, она делает реактивно. И все ее действия, за этим не стоит никакой стратегии, каких-то планов. Просто все, что она делает, она делает исключительно, чтобы защитить себя, защитить добро, которое она наворовала. И все действия, они обусловлены вот только этим. Потому что понятно, что если как бы все будет, все сложится немножко, все сложится не так, как оно сложилось сейчас, то судьба их будет независимой. Плачевно. Да, Юля, то, что говорится, couldn't agree more. Очень согласен. Я тоже часто думаю, того же Пелевина, не из последнего романа цитера, а из другого, что миром правит не масонская ложа, а великая лажа. И вот в нашем смысле, мне тоже кажется, мы очень часто вчитываем в действия власти какой стратегический умысел. Я могу предположить, что 1937 год был как-то спланирован и встроен в логику власти и задуман Сталином как некая планомерная чистка. Точно так же, как, естественно, там полпотовские репрессии. Они там возревали в умах, в уме полпота, янгсари где-то, может, еще в парижские годы. Но в случае нашей власти, мне кажется, что 2013 год, 2012 год, это действительно, как говорит Юля, какие-то реактивные телодвижения людей, которые чувствуют, что у них из рук что-то ускользает. И они начинают действовать по проверенным рецептам. Но стратегии нет никакой. Да, к сожалению, я согласен с этим. Дело в том, что тут не чувствуется такой разумной стратегии, которая вернет, скажем, Владимира Путина или любого следующего на его месте президента к положению президента всех россиян, а не к положению лидера Народного фронта. Последний вопрос. У нас буквально последняя минута в эфире. Есть ли средства остановить маховик репрессий? Кто или что может остановить вот эту вот раскручивающуюся спираль? Александр. Я думаю, что остановка возможна только в том случае, если, ну, во-первых, очень жесткий будет ответ со стороны самого общества. Я сейчас позитивно смотрю на то, что, скажем, многие гражданские организации публично заявляют, что они не будут признавать себя иностранными агентами. И правильно говорит Акунин, что не надо оставаться в президентском совете к правам человека, выходить, если такая ситуация. Пусть Народный фронт, как бы, если это холодная гражданская война, если такое отношение, если Путин больше не наш общий президент, тогда нужно выходить из взаимодействия. Ну да, может быть, здесь такой гражданский ответ, отчасти напоминающий вот этот вот гандианский такое мягкое непротивление, неучастие в институтах и в практиках вот этого вот оккупационного, по сути, да, нелегитимного режима. Ну что ж, время наше подошло к концу. Я благодарю Александра Морозова, шеф-редактора «Русского журнала», за участие в этом эфире. Это была программа «Археология». Я ваш верный археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.